Здесь все как в столичных театрах. Прозвенел звонок, зрители заняли свои места. Гаснет свет, появляются главные герои спектакля Элли и Татошка. На сцене Одинцовской дыши и классика, постановка волшебник изумрудного города. Но пьеса это Леонида Владимирского. Это такая адаптация для театра, музыкальная, с танцами, с песнями. В общем, здесь каждый ребенок может себя выразить. В театральной студии дебют «Царит демократия». Преподаватели не раздавали роли, а проводили пробы. Окончательное решение принимали уже по их итогам. Девочка одна изъявила желание играть роль Гудвина. Мальчики тоже пробовали. Но она доказала, что она у нас сильнее. Она победила. София Романова в театральной студии уже около года пришла сюда вслед за подругой. Кажется, заодно. Но теперь исполнительница роли Гудвина точно знает, когда вырастет, станет актрисой. Я сначала сомневалась, но потом в один прекрасный день дедушка сказал, что я справлюсь и помогал мне. Поэтому постепенно я вошла в образ. Меня начали хвалить. Я поняла, как и что мне надо делать. А знаешь, я был бы совсем счастливым, если бы у меня было сердце. А у вас нет сердца? Да, такое горе. В роли железного дровосека Алексей Угольков. Это одна из самых непростых ролей. Ведь ее исполнитель должен своеобразно говорить и двигаться. Мне это нравится, поскольку я уже не первый год занимаюсь. Мне это делать не особо сложно. Я даже настолько привык к этому, что даже сейчас стою так же, как всегда. Этот спектакль – симбиоз искусств. Здесь не только актерское мастерство, но и вокал, и хореография. Особенно важно – в постановке нет второстепенных ролей. Одни играют персонажей сказки, другие танцуют и поют. На следующем показе они поменяются местами. За приключениями героев – волшебника изумрудного города зрители следили с замиранием сердца. После окончания встретили юных актеров бурными аплодисментами. Вспомнила детство, когда читала книгу, переживала, чем все кончится и что-то такое подобное испытала сейчас. Даже сама удивилась. Замечательно, очень понравилось. Следующий показ – спектакль «Волшебник изумрудного города» театральной студии дебют пройдет уже 16 апреля. Вход свободный. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».